Привет, мои прекрасные рукодельницы! Надеюсь, у вас у всех отличное настроение. Если нет, то сегодняшний узор обязуется его поднять. Очень выразительное рельефное переплетение, раппорт которого составит 7 петель и 6 рядов в высоту пряжи в образце Comtex. Праздничная, акрил с люрексом. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, первый ряд раппорта. Кромочная петля. Затем 4 лицевые. За пятую петлю завожу спицу, вытягиваю нить, провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. То же самое с шестой петлей. Завожу за нее спицу, нить вытягиваю, петлю провязываю лицевой за заднюю стенку, перекидываю через нее вытянутую нить и оставляю на правой спице. И за седьмую завожу, вытягиваю нить, петлю провязываю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. Повторю раппорт. 4 лицевые петли. 3, 4. Далее завожу спицу за следующую петлю, вытягиваю нить, петлю провязываю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. Еще раз. За следующую завожу, вытягиваю нить. Петлю провязываю лицевую за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. И еще раз. Это первый ряд. В узоре имеются в конце ряда 4 лицевые петли симметрии и второй ряд. Начнем именно с них. Кромочная. 4 петли провязываю лицевыми. Петли симметрии. Про них забываю. И основной раппорт. 3 изнаночные. 2. 3. И 4 лицевые петли. 3 изнаночные. 4 лицевые. До конца второго ряда. Третий ряд вяжем как первая. Кромочная петля. Сначала 4 лицевые петли. 2. 3. 4. За пятую петлю завожу спицу, вытягиваю нить, провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку и перекидываю через нее вытянутую нить. За шестую тоже самое. Завожу спицу, нить вытягиваю, петлю провязываю лицевой и перекидываю вытянутую нить. И за седьмую. Четвертый ряд будем вязать как второй. И начну я с петель симметрии. Кромочная. И провязываю 4 лицевые петли. 2. 3. 4. И основной раппорт. 3 изнаночные. 2. 3. И 4 лицевые. 2. 3. 4. 3 изнаночные. 4 лицевые. До конца четвертого ряда. Пятый ряд. Все петли будут лицевые. Кромочная. И единственное, что я контролирую, чтобы петли не получались скрещенные. То есть какие-то я провязываю в своем варианте за задние стенки, а какие-то за передние. Шестой ряд будет заключительным. Его я провязываю изнаночными. И, соответственно, завершаю мастер-класс. А вам советую сохранить ролик, поставить лайк, подписаться на канал и оставить позитивный комментарий. Друзья, я желаю вам всего самого наилучшего. Мы скоро увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok